Привет! Ты на канале InTravelFood, где я буду делиться моими любимыми рецептами со всего мира. Сегодня я покажу один из моих любимых рецептов выпечки. Это шведские булочки с корицей. Эти булочки с корицей отличаются от всех остальных своей причудливой формой, добавлением кардамона в тесто и жемчужинный сахар сверху. Из-за румяной корочки кажется, что внутри они могут быть жесткими, но это совершенно не так. Они супер мягкие и тесто очень нежное. Рецепт довольно несложный, поэтому, надеюсь, получится у всех. Для теста нам понадобится пшеничная мука, сливочное масло, сахар, теплое молоко, соль, кардамон и дрожжи. Для начинки в тех же пропорциях берем сахар и сливочное масло, а также корицу. Из необычных ингредиентов нам понадобится жемчужинный сахар. В обычных магазинах его, к сожалению, не найти. Этот я заказывала на одном из маркетплейсов, постараюсь найти ссылку и прикрепить внизу. Итак, перейдем к рецепту. Пакетик сухих дрожжей разводим в теплом молоке. Проследите за тем, чтобы молоко было теплое, а не горячее. Помешиваем венчиком до тех пор, пока дрожжи полностью не растворятся. Примерно 2-3 минуты. А дальше добавляем все остальные ингредиенты. Сахар, сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры, немножко мягкое. Пшеничную муку. В зависимости от качества муки, вам может понадобиться от 350 до 390 грамм. Я всегда добавляю 360 грамм и тесто выходит идеальное. И также добавляем щепотку соли и кардамон. Лучше всего замешивать тесто руками или миксером. Не берите венчик, я взяла его по ошибке. И сегодня я покажу два способа замешивания теста миксером и вручную. Поэтому даже если у вас нет миксера, вы сможете сделать эти булочки. Никакими специальными навыками, кроме терпения, обладать не нужно. Тесто замешивается достаточно просто, если вы потратите на него достаточное количество времени. Сейчас я разделю тесто напополам, половину отправлю в миксер и половину начну замешивать сама. Для миксера берем насадку крюк и начинаем замешивать тесто. Обычно этот процесс занимает около 10 минут. Готовое тесто не должно прилипать к стенкам миски, а также к рукам. Текстура будет однородная и воздушная. Если вам неинтересно смотреть процесс раскатывания теста руками, советую перемотать на пару минут вперед. Перед тем, как начать раскатывать тесто, посыпаем рабочую поверхность мукой. Как вы видите, текстура теста сейчас неоднородная и достаточно тугая. Мы же хотим получить тянущееся упругое тесто. Для этого мы раскатываем его разными способами. Для этого я использую движения, похожие на движения миксера, перемешивая и растягивая на весу, либо вот так на столе. Готовность теста можно проверить немного его растянув, если оно рвется, как здесь на видео, значит оно еще не готово. Замешиваем дальше. Весь процесс занял у меня примерно 15 минут. В конце оно получилось вот такое. А теперь давайте сравним с тестом из миксера. Здесь вы уже видите однородное тянущееся тесто, которое не прилипает ни к стенкам миксера, ни к рукам. Пока что тестом из миксера я довольно больше, оно получается более мягкое и воздушное. Оно даже немного отличается по цвету. Но после того, как оно поднимется и выпечется, разницы совершенно нет. Для удобства я смешаю одно и второе тесто, потому что следующим шагом мы кладем тесто обратно в миску, накрываем пищевой пленкой или полотенцем и даем тесту подняться в течение 30 минут. Желательно поставить тесто в теплое место, но даже при комнатной температуре оно отлично поднимается. А тем временем приготовим начинку. Для начинки нам нужно смешать размягченное сливочное масло и сахар. На этом этапе я немножко пострадала, я взяла недостаточно мягкое сливочное масло и пыталась все размешать в маленькой неудобной миске. Поэтому удостоверьтесь, что ваше масло мягкое и его можно легко размешать вилкой. И берите большую миску. И, конечно, не забываем про корицу. Кстати, ингредиенты для начинки также можно смешать блендером с насадкой венчик. Помимо начинки нам также понадобится яичная смесь, которой мы будем промазывать наши булочки, чтобы они были красивого золотистого цвета. Для этого взбиваем яйцо и столовую ложку воды. Стараемся смешивать как можно тщательнее, чтобы масса была однороднее. Также можно использовать миксер. А тем временем наше тесто уже поднялось. Подняться оно должно примерно в два раза. А дальше самая интересная часть. Будем скручивать наши булочки. Для начала рабочую поверхность посыпаем мукой и выкладываем тесто. Также присыпаем его мукой и сверху, чтобы оно не прилипало к скалке. И раскатываем тесто в прямоугольник. По толщине тесто должно быть примерно 1,5 см. Старайтесь не раскатывать тесто слишком тонко. По толщине оно должно быть примерно 1 см. Прямоугольник я никогда не измеряла, но мне кажется, что он примерно 30 на 20 см. Дальше равномерно распределяем нашу начинку и складываем прямоугольник в два раза. На краях старайтесь оставить немного теста, чтобы при скручивании булочек начинка не вытекала. После того, как тесто сложили, еще немножко раскатываем его совсем чуть-чуть. Здесь я перевернула свое тесто, чтобы мне было удобнее раскатывать. Вам этого делать не нужно. Здесь я совсем легонько нажимаю на скалку и скорее не раскатываю, а соединяю края. Если нажать слишком сильно, то из краев может потечь начинка. А дальше мы разрезаем тесто на 10 полосочек. Режем по длинной стороне. Я люблю сначала слегка наметить ножом, где я собираюсь делать надрезы и только потом разрезать. Вы можете резать сразу на глаз, но у меня всегда получается неровно, а такой способ помогает сделать мне булочки как можно ровнее. И самая интересная часть. Для того, чтобы сформировать булочки в шведском стиле, мы поочередно берем полоски теста и скручиваем их вот таким образом. Это можно делать как на весу, так и на рабочей поверхности. А конец мы просовываем через низ к серединке. Еще раз. Скручиваем булочку от одного края к другому по спирали, а дальше скручиваем как бы в розу и просовываем конец через середину. Для 10 булочек я беру 2 противня, так как при выпечке они у нас поднимутся и увеличатся в размере. Сформированные булочки накрываем пищевой пленкой и отправляем подниматься в теплое место еще на 30 минут. И уже поднявшиеся булочки смазываем яичной массой и посыпаем жемчужным сахаром. И сразу хочу развеять ваше сомнение насчет того, что булочки могут получиться слишком сладкими, поскольку кусочки жемчужного сахара достаточно крупные и кажутся очень сладкими. Однако мне очень нравится этот сахар, и мне кажется, именно он делает эти булочки такими особенными. В общем, всем советую попробовать. Первую партию булочек я отправила в духовку, а со второй повторяю то же самое, промазываю яичной массой и посыпаю сахаром. Так как булочки выпекаются на очень высокой температуре, 250 градусов Цельсия, процесс выпекания занимает всего 6-8 минут. Снаружи булочки получаются очень румяные, не пугайтесь, но внутри они остаются невероятно мягкими и буквально тают во рту. Надеюсь, что и вам, и вашим близким они очень понравятся. Приятного аппетита!